К другим темам. Чтобы удержать хороших специалистов, работодатели готовы увеличивать зарплату и предложить повышение ценным сотрудникам. Руководство Саратовской юридической академии пошло дальше. Для аспирантов и молодых преподавателей с нуля построили дом. В нем сделали ремонт и в каждую квартиру приобрели мебель. Жилье сотрудникам академии будет предоставляться совершенно бесплатно. Тему продолжит Елена Петрова. Так, ну что, первый барсик заходит? Давай. Барсик в новую квартиру заходит с опаской. А вот владельцы животного ничего не боятся. О собственном жилье Марина с мужем мечтали давно. Годами они с ребенком ютились в общежитиях. Теперь переселяются в просторную двушку. Мы, конечно, очень рады получению этой квартиры, потому что действительно заработанная квартира, так как в академии мы работаем с супругом уже 10 лет. И мы считаем, что это прямо достойная награда для нас, это наш труд и стимул, чтобы продолжать здесь работать. В новом доме 80 квартир, рассказывает ректор академии, губернатор области. Все отдадут молодым преподавателям. Строили долго, но ожидание того стоило. Сотрудники академии получат служебное жилье абсолютно бесплатно. Оплачивать будут только коммунальные услуги. Хоть сейчас заселяйся и живи. Здесь не только сделали ремонт, но и закупили необходимую мебель. На что только не пойдешь, говорит Сергей Суровов, чтобы удержать ценных специалистов. Защитит кандидатскую докторскую. В Москве предлагают. Один доктор наук защитился 29 лет. В Краснодаре дали квартиру. Теперь мы уже можем предложить молодежи, которые перспективные, особенно молодежи, мы можем предложить жилье. И совершенно, конечно, незачем куда уезжать. Как видите, академия рядом, аудитория все рядом. В служебном доме есть тренажерный зал и даже собственный детский сад. Все-таки большая часть жильцов – семьи с маленькими детьми. Квартиры получат аспиранты, молодые ученые и преподаватели, работающие в ВУЗе. Не так часто я видел, чтобы такие возможности, такие условия для проживания, для молодых специалистов у нас презентовались на территории области. И это подчеркиваю почему. Потому что сегодня идет реформа высшего образования. И когда мы говорим, а кого же из нас оставят? Вот оставят того, кто будет эффективнее. Сотрудники, которые займут квартиры в новом доме, сегодня живут в общежитиях академии. После их переезда освободится около 200 мест. Их отдадут под заселение иногородним студентам.